Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А Марина нужна мне здесь. Ладно. Я справлюсь. Приехав в село, Евгений первым делом направился к Екатерине Петровне. Доброе, что вы приехали. Бо у нас таке тут робится, словами не передати. Люди боятся на дверь выйти. Двери открыты. Раптом Гадючиха прийде. Лихо проведе. А что она делает? Какой-то вред причиняет? А что еще может ведьма робить? Хочь мертвая, хоть жива. У кого худобу на хворобу заговорить? У кого дитину? А на кого на самого болячку накличет? Слушайте. А давайте за знайомство, а? Наша настоянка домашняя по бабциному рецепту від усякої хвороби помогает. Спасибо, я воздержусь. Ну, во-первых, я за рулем, во-вторых, на работе. Ну, и дарма. У нас, чтобы вы знали, уже пів села с температурой болягли. Это не удивительно, сейчас грипп. Может, для Киева це і не дивно. А тут ніякого гриппу не було, доки Гадючиха з того світу не повернулася. Ну, Гадючиха – це я не Гадючиха, нам еще предстоит разобратися. Вот ви мені не вірите. А я ту Гадючиху сама бачила. Як от у вас оце. Наступного ж ранку, коли Марійка з дівчатами викликала її. По словам Катерины, она не поверила рассказам дочери о появлении давно умершей вейми. Но утром, когда она собиралась идти доїть корову, внезапно услышала в коридоре чьи-то шаги. А затем увидела саму Гадючиху. Я вирішила, що привитілося це мені. Але все одно якось не по собі стало. В хаті я, вважайте, сама була. Взять Микола на роботу ще й в досвіта поїхав. А Марійка з внукою спали. Трохи заспокоїлась я, пішла до корови, чую. А вона реве, наче вовки їй шматують. Я ледь не вмерла від шаху. Ще й лиска не втихала, ревіла не своїм голосом. Я трохи огофталась, почала її доїти і дивлюся. А молоко? Чорне. А молоко ви куда дели? Відразу біля хліву і вилила. Чорний слід таки лишився. От що ця клята Гадючиха нам наробила. А відкуди таке странне прозвище Гадючиха? Ну, з Гадюками це не пов'язано, якщо ви про це. Хоча вона ще та була змія. Марія Гадюченко звали. Ну, так і повелося Гадючиха та Гадючиха. Ну, а відьмами, чому її всі вважали? Це ще з війни. Наше село сильно бомбили. А Гадючиха завжди знала, куди бомба впаде. Так вона не тільки за бомби, вона за все знала. Ніно, тримайся. Твій Петро. Ніно, тримайся. Живий твій Петро. Живий. Тільки без ноги. Так і вийшло. Повернувся потім до тітки Марусі і її Петро. І пизної. І у кого хто загине, Гадючиха завжди казала до похоронки ще. От жінки її відьмою і охрестили. Казали вона, смерть клече. Виходить, цю Гадючиху тут не любили. Ще і як. У кого яке горе, завжди на неї валили. Тільки град, чи засуха, чи помре хтось передчасно. Завжди казали, що це Гадючиха накликала. Навіть після її смерті. І вона людей теж не злюбила. А як вона умерла? Вона церкви боялася. І сама не хрещена була. От люди і вирішили її хату посвятити. Ледве знайшли батюшку. Він погодився, але лише вночі, щоб партійне руководство не дізналося. Так от, тільки люди з батюшкою почали молитву читати. Близька вкавдарила самісінькі думки. Дивна та блискавка була. Серед зими і ні грому не було, ні дощу. Злякані люди розбіглися, а коли вранці прийшли на попелище Гадючиховної хати, знайшли лише її обгоріле тіло. А що зараз на тому місці, де був дом Гадючихів? Так Оксанчина хата. Ну, в якій якраз і викликали цю Гадючиху. Моя Марічка дружить з Оксаною ще із зі школи. Пішла вона до неї день народження святкувати. І ось чим це все закінчилось. Ну, а хто така эта Оксана? Це що, родственниця Гадючихи? Та ні. У Гадючихи нікого не залишилось. Син на війні загинув. А Оксана взагалі не місцева. Її батьки приїхали років з 15 тому. Хату побудували, фермерством зайнялись. Чесно кажучи, я коли того вечора дівчат усіх у трьох побачила, здивувалась. Чому? Ну, Оксанка з третьою, Тетяною, ну, яка зараз в лікарні лежить. Рубків 10 не говорила. Ну, посварилися, коли в Києві обидві навчалися. Катерина, а почему вони поссорились? Моє уявлення немає. Але як тільки помирились, так Гадючиха і прийшла. А чого ваша дочь з подружками взагалі вирішила визвати цю відьму? Бо клепки немає. Але, гадаю, це Оксанка їх підбила. Вона хоч і не родичка старій відьмі, але між нами темна вона людина. Що ви маєте в біду? Ну, ніколи зайвий раз не озветься. Різка, мовчазна. А у нас мовчазним людям не вірять. І після того, як її батьки раптово померли в один день, про неї теж стали різне у селі казати. Всі думали, що вона після їхньої смерті ферму продасть та й поїде. А вона вже пів села скупила. І всі на неї батрачать. Навіть моя Марійка обшиває її. Хоча золотою медалю школу скінчила. А Оксанка ледве витягла на трійки. Та й не хрещена вона як гадючихи. От люди і кажуть, що вона теж відьма. Але прийшедшая Марія було іншим мнення своєї подруги. І ввіряла, ідея визвати відьму принадліжала вовсі не Оксані. Це все Таня вигадала. Вони якраз з Оксаною помирились. Вийшли відсвяткувати. Ну, а зараз зома день народження Оксани. По словам Марії, вони решили устроити девичьі посиділки, як коли-то в юності. Але в процесі слегка увлеклись. Так, дівчонки, ну, хватит уже. Це ж все-таки мій день рождення, а не примерочне. Давайте, блины уже стын. Ну, добре, можеш знімати. Не-не-не, стоп. Сначала по шампанскому, щоб платье лучше носилось. Так, а може спочатку мамини настоянки? Для профілактики. Тут носом шморгуєш. Я спеціально принесла. Спочатку було шампанське, потім Мартіні. Тож не дивно, що ми таку дурню вичудили. А як взагалі речь зайшла о Гадючихі? Ви ж її навіть не знали. Вона умерла, Бог знає, скільки років тому. Так про неї в селі ніколи не забували. Все, що погано трапляться, на неї списують. Дітей нею лякають. І Оксана напередодні бачила якусь дару на кладовище. Саме на її могилі. Гадючиху, що ли? Ну, мабуть, чи ні? Просто схожа. Ну, але ми тоді вже випали. І так зачепились язиками за неї. О, дівчата, давайте вже ворожити, бо я скоро встати не зможу. То все вигадки. Пам'ятаєте, як ми з вами ворожили перед випускним? У мене мало бути троє дітей. А я до сих пір бігаю по лікарням, бо не можу завагітніти. Оксана, ти ж мала, вроді, вийти заміж. І що? Вийшла? Ой, да ладно тебе. Ой, слухай, та нічого не ладно. Тобі взагалі по житті не везе з мужиками. А ти, Маруська, ти ж, вроді, мала бути зв'язним модельєром. А ти в 17 трудила і застрягла в цьому силі. Ну, так це не означає, що всі гадання брехня? Може, просто ще не час? І коли ж воно прийде, це наше час. Угу. Слухайте, а давайте спитаємося у гадючихи. Ти що, смієшся? Я ж уже 100 років, як ні. Давайте. Ти казала, сама її бачила. А я знаю провірений старий метод. Треба два дзеркала і дві свічки. Хм? Ну, хто зі мною? Ну, хоча б поражом. Оксана швидко знайшла все, що треба. Ну, ми тоді були на підпитку, і нам це здалося цікавою ідеєю. Знали б ми, чим це скінчиться. Де відьма? Тут де-то була змея. Немає. Дівчата, може нам це все привиділося? Хто мене задівку сив? Екатерина Івашко утверждает, що їй і її дочери євляється відьма, умершая полвека назад. Марія з подругами вызвала цю відьму. І тепері она зводить все село. Так як же можна объяснить всю цю чертовщину? Хто мене задівку сив? Ми всю кімнату облазили, все перерили. А то змею так і не знайшли. А потім Тані стало вже зовсім поганою. Я подзвонила чоловіку, і ми відвезли її у Київ до лікарні. І що, в больниці дійсно підтвердили, що це був укус змеї? Ну, ніби що так. Але нам ніхто так і не повірив. Скажіть, Маша, а чому Таня з Оксаною так довго були в ссорі? Вони, здається, через хлопця посварились. Через чоловіка Тетяни Сергія. Але я точно не скажу, ми тоді з ними мало спілкувались. А чому? Ну, вони поїхали у Київ до університету вчитися. Я закохалася в Миколу. Ще до обусної дізналися, що я вагітна, народила дитину. Тож у мене був інший хлопіт. Я так розумію, об учобі вам прийшлося забути? Ви не подумайте, я ні про що не шкодую. У мене є те, чого немає у дівчат. Дочка і справжня родина. І це для мене найголовніше. Знаєте, я коли тільки з вами поговорила, згадала. Та змія. Коли його дівчиха кинула її, вона не на Таню, а нібито на мене дивилась. І я думаю, може вона хотіла заподіяти зло не їй, а мені чи Оксані. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Прежде чем вернуться в Київ, Евгений заехал к подруге Марії Оксане. Девушці, в чьому домі провели обряд, і вызвали відьму. Що насчет настійки? Марія говорила, що ви теж її пили. Та ми тільки по рюмці пригубили, і все. Я якраз на дніх заболела, і вот Марія і принесла народні средства. А що ви їли? Блины. Ну, извините, вони не сохранились. Пекла із обычной муки. У нас в магазині покупала. Хоча, знаєте, я б не дивилась. Продавщица в этом магазине Литка, та ще злобна і стерва, і ненавидит мене страшно. Особенно после того, як я місяць тому назад її мужа бездельника уволила. І, кстати, с Танєю вони теж що-то не поделили. Але я смотрю, що в цілі вас баги недолюбливають. Говорят, що я відьма. Слышали вже, наверное. Та не після смерти родителей. Ізвиніть за вопрос, а як вони умерли? У маму був рак. А у отця не выдержало сердце, і він умер в той же день. Вот с тех пор люди і начали шептаться. А после этого случая з Гадючихой совсем озверели. Ну я же не виновата в том, що вона явилась именно в моєм домі. Я її взагалі не хотіла. Але мене звісно, що ви її виділи перед цим. Та я, честно кажучи, не знаю, що я виділа. Ілі кого. Та і я там була не одна. Оксана рассказала, що в той день була как раз годовщина смерти її родителей. Возвращаясь з кладбища, девушка увидела какую-то женщину. Вона сидела прямо на земле і не двигалась. Здравствуйте. У вас все в порядке? Вам не плохо? Женщина? А где она? Що ти тут робиш на цьому клятому місці? А тут старушка була какая-то. Там, де похована стара Гадючиха? Та шуткуєш? Хто сюди прийде, крім неї самої? Я з дуру об цьому Тані і рассказала. Ну, а дальше ви знаєте. А почему вони так з Танєю долу були в ссоре? Із-за її мужа Сергея? О, господи, нет. Он, конечно, милий, бізнес свій і все таке, але абсолютно не в моєму вкуці. Та і було це ще на першому курсі. Ми вже давним-давно все друг другу простили. І все-таки в чем було діло? В одному парні, в кого я влюбилась. Совсем голову потеряла. Хотела універ бросить. Та только Танька вмешалась. Вона його відбила? Я їх застала. Классика жанра. Танька потом говорила, що сделала це ради мене. Щоб я не закончила, як Маруся. С ребенком, без образования і без будущего. Да, але Марія, по-моему, вполне счастлива. Вот именно. Таня тогда со своим парнем тоже рассталась. Аборт сделала. І вот кому із нас тепер хуже? У Марійки дочь, муж золотой. Звезд неба не хватает, но зато добрый, заботливый. А у мене ні того, ні другого. Да і Таня тож. Замуж вышла, а дітей после аборта иметь не може. Оксана, а как вы думаєте, які претензії могли бути у Гадючихи к Татьяне? Почему она хотела ее смерти? А может быть, Таня вообще ни при чем? Ну я же рядом стояла. Ведь весь этот дом, он стоит на земле Гадючихи. Может, она просто хочет меня отсюда убрать? Я не знаю. Хотелось бы, чтобы этот дурдом уже поскорее закончился. Люди стали злыми, испуганными. На мене как-то постоянно косятся. Я це дуже хорошо чувствую. Я боюсь, если вы не выясните, в чем дело, то это может очень плохо закончиться. Итак, воскресшая ведьма является на вечеринку трем подружкам, а потом запугивает все село. Что это? Чья-то жестокая мистификация? Может, ее подстроил кто-то из девушек? Между ними очень непростые отношения. Может, это Оксана, которая на самом деле не простила Татьяну? Или Татьяна? Ведь, по словам Марии, именно она предложила вызвать ведьму. Но она же больше всех и пострадала. Мария? Но какой мотив? Мать Марии терпеть не может Оксану. Но в больницу попала Таня? Или в действительности змея предназначалась не ей? К тому же, Катерина Петровна уверяет, что сама видела ведьму. Врет? Но кто и зачем тогда пугает все село? К тому же, чтобы все это подстроить, нужно быть искусным фокусником. Как гадючиха превращается в змею? Быть может, это гипноз. Зеркальный коридор, использованный подружками, может оказывать сильный гипнотический эффект. Но как быть с другими очевидцами? Галлюцинации. Отчего? Что-то в муке? Настойка мамы Марии Катерины Петровны? А как быть с укусом змеи и черным молоком? Ни одна из реальных версий этого пока не объясняет. Но поверить в воскресшую ведьму я явно был не готов. Привет. Я надеялся, что анализ образцов, привезенных Евгением из села, поможет нам ответить хотя бы на часть вопросов. Поэтому с самого утра заглянул в лабораторию. Так, ну, ничего интересного. Шампанское, обычай, несенькое. Мартини, тоже борошно. Ничем не зараженное. Женя, навіть, брал проби поветра. Ну, ничего такого, что бы вызвало галлюцинации, тем больше у половины села. А что по поводу настойки? Настойка, ну, обычная горелка. Трохи цукру, лекарские травы. Ничего дивного. А что, молоко действительно было черное? Женя же там брал какие-то анализы. Залишки молока. Вони действительно были черными. Але ничего такого, чтобы забарвило молоко в черный колор, я не знайшла. То есть ты хочешь сказать, что призрак ведьмы действительно существует? На відгадки немаю. Та наразе ничего іншого запропонувати тобі теж не можу. У меня была надежда, что разговор с третьей подругой, Татьяной, хоть что-то прояснит в этой истории. Я отправился в больницу, но девушка была в очень тяжелом состоянии, и к ней не пускали. Пообщаться удалось только с ее мужем, Сергеем. Я спросил у Сергея, может ли происходящее с Татьяной быть происками недоброжелателей. И если это так, кто в селе мог желать ей зла? Но Сергей был уверен, у его супруги нет врагов. А подруги, с которыми она в тот вечер отдыхала, вы с ними хорошо знакомы? Только с Марией. Она летом у нас с дочкой жила, когда в университет поступала. Милая, добрая. А дочка вообще прелесть. И что, не поступила? Она вроде нигде не учится. Почему же? Как раз поступила. Но потом мама у нее заболела. Какие-то проблемы начались. Да и муж был против, насколько я знаю. Он парень сельский, ему в жизни ничего не надо. Амбиций ноль. А Мария другая. Я думал, да. Но, видно, ошибся. Вторую Оксану знаю только понаслышке. Даже не знал, что они с Таней помирились. Думал, что теща их рассорила окончательно. А при чем тут теща? Я, насколько знаю, они из-за парня еще в студенческие времена поссорились. Об этом, если честно, я не знал. Но знаю, что теща моя, Танина мама, вместе с матерью Марии хотели у этой Оксаны землю ее отобрать. Ту, которую ей родители оставили в наследство. Странно. А вот об этом нам Оксана ничего не говорила. Таня рассказывала, что когда они помирились, они договорились обо всем плохом забыть. Может, поэтому Оксана не хотела прошлой ворошить. Родители моей жены тоже фермеры. А родители Оксаны были их конкурентами. Видно, после их смерти теща решила, что убитая горем девушка станет легкой добычей. Не тут-то было. Но, насколько я знаю тещу, она вряд ли просто так сдалась. Неужели Татьяна действительно стала жертвой гадюки по ошибке? И еще, куда исчезла змея? И как Галина все это провернула? Но все же это была зацепка. Поэтому я и попросил Евгения поговорить с женщиной. А заодно осмотреть комнату, где жила Таня, когда приезжала к матери. По-вашему, что я не спал на розуме, чтобы заради клаптя земли рідную дитину рисковать? Ну, насколько мне известно, клапать земли, как вы говорите, включает в себя половину здешних полей. А дочь ваша могла пострадать по ошибке. Да не кажите, дурница, я же сама от этих гадючих и постраждала. То есть она и к вам приходила? А как же? Два дни тому. Я как раз по коморах ходила, яйца собирала. По словам Галины, зайдя в кладовку, она увидела, что яйца разбиты. И половина из них почернела, а затем она услышала голос. Так, сама почерненьше будешь на чужой завихать. Мені щогодину потім здавалося, що гадючиха по хаті ходить. А коли набралась сміливості і пішла знову до комори, то яйца всі були на місці, і ніякої черноти на них не було. По словам жіншини, эта гадючиха защищає Оксану. Але я помітила, що вона завжди приходить до того, хто Оксані насолив. Ось коли її батьки переїхали і оселились на тій клятій землі, я сразу зрозуміла, тут щось нечисто. І та гадючиха, що думаєте? На тій землі просто так з'явилось? Ну, может, это просто совпадение? Ні, не думаю. Про Оксану в селі кажуть, що вона сама відьма. Не знаю, може воно і так, але я сама бачила, як до неї Микола Поліщук бігає. Ніколай? Так. Це муж Марії. Такий хороший чоловік, така порядна людина, і його ота з нея занапастила. Во время разговора з Галиной Евгений заметил крем. Он взял пробы всього в домі. А вот на це косметическое средство внимания не обратил. А хто цим кремом пользується? Ви чи доча? Танюшка. Та це ж масяць у Глобів. Вони її останнім часом руки ломать, та вона маститься. А що, щось не так? Ну, то ми зараз вияснимо. Алло, Андрій, привет. Слушай, а що, якщо не було ніякої гадюки? А що, якщо яд попадав в крові посрідством мази? Догадку Евгения необхідно було проверити. Для цього я обратився к лечащому врачу Татьяны. Боюсь вас разочаровать, но я не уверен, что яд попал в организм моей пациентки через мазь. Да я и сам в это слово верю. Но скажите, чисто теоретически такое возможно? Не исключено. В мазях яд в ничтожных количествах, кроме того, обработанных, они абсолютно безопасны. А у нашей пациентки, согласно анализам, определённый яд гадюки в чистом виде. Да и тяжесть отравления это подтверждает. То есть, получается, если у Татьяны в крові чистый змеиный яд, значит, её действительно укусила гадюка? Абсолютно верно. Если не брать в расчёт то, что сейчас зима, и змеи должны, по идее, спать. Но у неё на руке даже свет от укуса имеется. Хорошо, спасибо вам, Александр Владимирович. Будем искать гадюку, у которой бессонница. А тем временем Евгений отправился к мужу Марии Николаю, у которого, по словам Галины, роман с Оксаной. Может, разгадка происходящего кроется в старой, как мир, измене. Правда, опять-таки непонятно, при чём здесь Татьяна. Ни до чего она тут. Ни какого у меня романа не мая. Вот у нас и село. Не встигнешь, вы бачите, чхнути, уже такого понаговорюют. Но вы ведь действительно в последнее время зачастили к Оксане. Ну и что с того? Мы лише друзей. Николай сказал, что Оксана покрестилась две недели назад. И не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. А почему она решила покреститься? Были причины. Ну, замуж собирается. Венчатись хочет. А я каже венчание, если она хрещена. Ну, а если не секрет, замуж за кого? Секрет. Но вы всё равно не знаете. За Ивана, начальника моего. Он хозяин этой майстерни. Ну, это же я их и познайом с Оксаной. А Мария в курсе? Ну, об Оксане, Иване, о Кристинах? Ну, конечно, у меня от женщины секретов нет. Она такая, что умеет языка за зубами тримать. Ну, не верьте мне, запитайте самим у Ивана. До речи, он подъехал, чую по звуку двигуна. Ходим познайомим. Розумієте, Оксана, людина такая, не любит душу на показ выставляти. Та и с человеками ей не дуже счастливо. Вот и не хотела, чтобы ей в селе с Иваном кистки перемивали. И я ее розумію. Вони счастливі. А іншим нема чого нос туда пхати. Хоть подозрения насчет Николая не оправдались, но разговор с женихом Оксаны Иваном дал нам неожиданную информацию. Оксанка уже вся извелась из-за этой ведьмы. Если бы знала, кто это устраивает, голову открутил бы. То есть в то, что ведьма действительно могла воскреснуть, вы не верите? Конечно. А есть версии, кто это может подстраивать? Есть идеи по поводу мотива. Но обещайте, что в селе об этом не узнают. Обещаю, все останется между нами. Значит, когда родители Оксаны приехали в село, ей было где-то лет 10. Ну, и она думала, что землю, на которой сейчас стоит ее дом, ее родители купили. А это не так? После смерти я помогал Оксане с бумагами. И оказалось, что мама ее получила эту землю в наследство. От кого? Насколько я знаю, на том месте стоял дом Гадючихи, а родственников у нее не оставалось. Ну, а вот на этот счет я бы не был таким уверенным. О Гадючихе разное рассказывают. И в нашей семье они тоже ходили. Очень любопытная история. По словам Ивана, его прадед работал во время войны почтальоном и рассказывал, что, получив похоронку на сына, Гадючиха была уверена, что он жив. А в таких вещах она, как правило, не ошибалась. Ось и тоби пришло. Доброе все, Тимко. Живий наш Василь. Только не чекай на него. Не чекай. Не знаю, что с ним случилось и почему он не вернулся, но теоретически ее сын мог и не погибнуть на войне, а остаться живым. Вы думаете, что Оксана правнучка Гадючихи? Ну, я хотел об этом узнать, но Оксана не дала. Ну, понимаете, она боится, если в селе об этом узнают, то ей совсем житья не будет. Но мне кажется, об этом все-таки кто-то пронюхал. Ну, и теперь настраивает людей против Оксаны, чтобы выжить ее отсюда. Каким образом? Как он это подстраивает? Да я сам не знаю ни одной идеи, не раз об этом думал. Извините. Да, да, Мария? Что? Где? Я понял, хорошо, зайду. Ну, ведьма опять появилась. В этот раз она пришла к продавщице, Лидия. Ну вот, то, о чем я и говорил. А Лида с Оксаной – это злейшие враги. И ведьма пришла почему-то именно к ней. Евгений немедленно отправился к Лидии. Лидия собиралась с ребенком на прогулку и уже в дверях вспомнила, что забыла любимую игрушку сына. Она оставила коляску и вернулась обратно в комнату. Но практически сразу услышала истошный плач ребенка. Не спи, не будет он больше спать. Иди к нему. Блеска готова, будешь мерять? Где она? А почему это маленькая крышка? Где она? Это змея-гадючка. Ты ее видела? Как и до тебя пришла? Алло, глянь. Что там на хатку? Вот змея клята. Мы с Марією побегли туда, но ее там уже не было. Сникла. Ростанула. А дитину я только на силу приклала. А это ваша местная настойка, да? Так. И вы ее тоже пьете? Так. Ей сейчас много кто у тетки Катти просит. Кажут, она даже застуды помогает. Ну да. Про грипп я уже слышал. Да и настойку мы уже проверяли. А вы не против, если я возьму ее на экспертизу? Не, берите, что хотите. Только избавьте нас от этой гады. Не знаю, что она там нашептала, но я до сих пор не могу заспокоить битя. В этом деле, чем дальше, тем больше все запутано. Второй день пытаемся разобраться, но ответов так и не прибавилось. А разгадка постоянно ускользает от нас. Мы не замечаем чего-то очевидного? От нас что-то скрывают? Или самое невероятное? Ведьма Гадючиха все-таки существует. Ты просил запрос отправить в архив по поводу родственников Марии Гадюченко. Недавно пришел отчет. И что там? Василий Гадюченко действительно не погиб на войне, а попал в плен. После этого, как и многих в то время, его сослали в Сибирь. Там у него родилась дочь. Она и есть бабушка Оксаны. То есть что получается, что Оксана действительно правночка? Может, Иван все-таки прав? Кто-то об этом узнал? Теперь пытается с помощью прабабки избавиться от Оксаны? Не знаю. Либо же она сама все устроила. Мстит силу за себя и за бабку ведьму. Это вполне возможно. Остается только один вопрос. Как она это все устроила? Как увязала? Я лично пока не могу это объяснить. Привет. Привет. А чему тебе в голову прийшла идея снова привезти мне ту настоянку? Не знаю. Оно слишком часто там мелькает и попадается мне на глазах. А, ну, справа в том, что та банка, яку ти принес сьогодні, дійсно відрізняется від попередньої. Там я знайшла богульник болотний. Но это мало что нам дает, потому что богульник, рослина лекарская, вона жарознижающая и противозапальна. Она может вызывать галлюцинацию? Да в том, что нет. Как на меня, ее вместо целиком логичный, да и дозирование терапевтическое. До речи, звонила из лекарни. Протеотрута подиела, и Тетяне уже значительно лучше. Хорошо. Домой? Так, я иду дома. Тебя подвезти. Да, Екатерина Петровна. Хорошо, успокойтесь, мы сейчас же едем к вам. Извини, Марина, придется домой тебе самой добираться. Жень, воскресшая ведьма снова явилась. Но на этот раз она пришла к Марии. Давай туда. Из-за плохой погоды Евгений добрался к Полищукам только утром. Мария была в шоковом состоянии. И матери с трудом удалось хоть немного ее успокоить. Да мы уже спать легли. Я не могла заснуть. Сердце так тиснуло, ніби відчувало что-то. Измучившись от бессонницы и тревожных мыслей, Мария встала проверить, как там дочь. И вдруг... Ага, ну мама дивится за тобой. Глянь и не додимится. У меня и смерть наврочила, понимаете? Ну что нам теперь делать? Заспокойся, дитинка, заспокойся. Иначе я это с недеяни вчера приняла. Да, если бы я эту гадину только увидела, своими бруками ее затушила. Цего раза назавжди. Спочатку Тетяну в лекарню отправила помирать. А теперь за наше дитя взялась. Ну, по поводу Тетяни можете успокоиться. У меня хорошая новость, она идет на поправку. Николай, а вы сегодня ночью ничего не видели, не слышали? Ничего я не видел. Разбирайтесь сами взагалі. Чего это с ним? Це, мабуть, стрес. Ви не звертайте уваги. Пойду поговорю. Евгению удалось выяснить причину странного поведения Николая. Вона на разлучение подает, Мария. Я вчера випадково поперезнайшов. А почему? Разругались сильно? Та не, ну все, как и было. Я думаю, вона счастлива со мной. Берег ей. Кожного дня с ранку до ночи на работе. Ну, а ведь у них с Юлой все было нормально. Чего ей не выстачает? Скажи. Ну, боюсь, вам это не у меня надо спрашивать, а у нее. А что это такое? Так, це же я для неї зробив. Вона коли шею, щоб не одну булавку, а одразу дві втекала. Так же швидше, зручніше. Старався, як краще. Извините. Да, да, Андрей. Новости есть. Только вряд ли они имеют какое-то отношение к нашому расследованию. Да, я понял. Хорошо действують там по обстоятельствам. Но только долго не задерживайся. Да, давай, Женя. Это Женя? Слушай, схожа интуиція его цього разу не подвела. Я спілкувалася зі знайомим біологом з приводу чорного молока. І для заспокоєння совісті своєї відправили йому склад настоянки Катерини Петрівни. Ну, так и что он сказал? З приводу молока. Дуже малоимовірно. Ну, там концентрація його не така велика. Інакше б люди просто потруїлися. Ну, дуже дивна справа. Ось скажи мені, чому стільки людей бачили саме відьму, а серйозно постраждала від неї лише Тетяна? Слушай, вот именно. Ты, как всегда, гениальна. Женя, о том, що Тетяне стало краще, ти кому-нибудь говорив? Отлично. Немедленно возвращайся і їдь к Тетяне в больницю. Марія Полищук і її матері, подругам і односельчанам, якобы є відьма. Тетяна, умершая полвека назад. Тетю відьму вызвала Марія з подругами. Після цього одна із них, Тетяна, попала в больницю. І мені кажеться, я знаю, хто все це може підстраувати. Ще ніхто не минув мого присуду. Андрій! Шприць пустой. Скорее всего, яд на кончикі иглы. Морозька! Боже, мені чуму! І так, спектакли з відьмою устраивала Марія Полищук. І причинаю тому були женська ревність і завість. Позже на следстві підтвердилось, що жінчина просто мстила своєй більш удачливій подруге. Красавица і умниця Марія, родив ребенка, застряла в селе. А подружки добились успеха. Особенно невзрачная, по мнению Марії, Татьяна. У нее були і хорошая робота, і муж-бізнесмен. Знакомство з самим Сергеем только подлило масло в огонь. Бездетний мужчина быстро привязався к дочке Марії. Марія решила, що этим може легко поймати його на крючок і получить от жизни все, що она заслужила. Было одно препятствие – Татьяна. А коли Марія узнала от мужа о возможном родстве Оксаны і Гадючихи, родился план – як избавитися от одной подруги і подставити другу. Сначала она помирила Оксану з Татьяною. Потом показалась один раз перед Оксаной в образе Гадючихи. Оставалось только ввести в тело Татьяны яд, и заставить подруг поверить в воскресшую ведьму. С первой задачей помогла справиться булавка, смоченная ядом гадюки. Со вторым – мамина настойка, с подмешанным туда багульником. Потушив во время ритуала свечу, Марія быстро переоделась и предстала перед подругами в другом образе. К тому времени багульник в сочетании с алкоголем уже подействовал, искажая восприятие времени и усиливая эффект. Даже игрушечная змея в руках Марії казалась вполне настоящей. Тот же метод она использовала и с другими. Тут ей помогла эпидемия гриппа. Люди приходили за настойкой. Она подмешивала туда багульник, а потом сама являлась в образе ведьмы. На реальность наслаивались видения и создавали ошеломляющий эффект. Жень, ну это очевидно. Кстати, Мария, воспользовавшись замешательством подруг, спрятала змею, а сама предусмотрительно присоединилась к ее поиску. Я только не зрозумела, где она взяла гадючую труту. В интернете? Не поверишь. Там сейчас при огромном желании можно найти все, что угодно. А желание у нее было. Ось до чего приводят непомирные амбиции. Да, если эти амбиции еще и не реализованы, это страшно. Так что, как говорится, не надо откладывать свои мечты в долгий ящик. Правильно говорится. Как насчет? Давай завтра. Я сегодня запизняюсь. Жень, знаешь, умные люди говорят, что мечтать не вредно, а даже полезно. Даже если этим мечтам никогда не суждено сбыться. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok